Ради чего мы приходим в этот мир? Как сделать его лучше, а помыслы живущих в нем чище? Большинство из нас рано или поздно задается такими вопросами. Светлана Хисамудинова знает ответы. Уже много лет она путешествует по миру и делится своими знаниями. За спиной Светланы Хисамудиновой уже два экватора. Такова общая продолжительность марафонских дистанций, которые спортсменка пробежала к 68 годам. Она не скрывает свой возраст. Попробуйте в 50 выглядеть так, как она почти в 70. Секрет прост. Собственно, это и не секрет вовсе. Хочется, знаете, зажечь своей мечтой о мире, о добре. Рачем пришли на эту землю, о гармонии духа и тела, радости самопреодоления, о единстве с высшим, можно сказать, с высшим себе и с высшим со Вселенной. Как можно больше душ людских, понимаете, особенно молодежь, какие-то ориентиры нравственности, духовности как-то обозначить. Светлана Хисамудинова в прошлом спортсменка, преподаватель вуза. После выхода на пенсию решила, что способна на большее, чем сидеть в кресле с газетой. Из родного Смоленска отправилась за смыслом жизни. Чебоксары уже 455-я остановка на этом пути. Конечно, это преодоление. Конечно, это трудно. И ноги в крови, и пот, и слезы. Но зато смеется и поет душа. А где еще получу вот эту радость самопреодоления? Только вот в этом, в трудностях. Как говорил Николай Рерих, я еще давно прочитала эту фразу. Будьте благословены препятствия, благодаря им мы растем. Все. Сделать мир более здоровым и счастливым не такая уж и не избыточная мечта, считают Светлана и ее единомышленники по всему свету. И если каждый вместо того, чтобы жаловаться на болезни, будет закаляться, а вместо того, чтобы ругаться с соседями, начнет радоваться солнцу, снегу, свежей зелени и новым знакомствам, мир станет лучше. А начать надо с себя. Субтитры сделал DimaTorzok